Впечатляющие зрелища и волнительные моменты. Словацкие участницы первого телевизионного конкурса юных исполнителей башкирской классической музыки. Елькян демонстрирует таланты перед жюри. Большой конкурс со строгим отбором и азарт атмосферы телешоу воплощены в проекте. Впрочем, наши конкурсантки с испытанием справились отлично. Принимали участие Осипова Валерия, класс преподавателя по фортепиано Александрович Татьяна Инверовна, и Емелина Валерия, класс преподавателя по флете Азметов Ирик Талкович. Они прошли несколько конкурсных отборочных туров, где исполняли произведения башкирских композиторов. Весь октябрь транслировалось это мероприятие по телеканалу БСТ. Вся республика наблюдала за конкурсантами. Елькян или Парус – это реалити-шоу с увлекательной драмой и практической пользой для участников. Ребята от 8 до 14 лет проходили три тура – отборочные по видеозаписи, конкурсный этап в студии телевидения и финал в сопровождении Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан. Мероприятие было приурочено Году башкирской истории, объявленному Всемирным Курултаем Башкир. Программа состояла из произведений башкирских композиторов, в которых нашли музыкальную интерпретацию «Важнейшие события в истории края», «Национальный дух» и «Ментальность народа». Так Валерия Осипова для своего выступления выбрала произведения «Танец Рафика Сальманова» и «Танец девушек Хали Казаимова». Было много участников, было много людей, которые снимали, и было некое волнение, но все же я с этим справилась. После игры меня оценивали жюри, говорили какие-то ошибки, что я хорошо сыграла, мои плюсы. Пока я буду учиться, я непременно буду участвовать в различных конкурсах. Девочке удалось завоевать диплом за успешное выступление. Другим номер Валерии быть и не мог. Ученицы школы Владимира Спивакова всегда были свойственны мобильность и целеустремленность. Недавно наша землячка вошла в число слушателей курса профессора Женевской консерватории Екатерины Немирович-Данченко в рамках международного фестиваля «Дети детям». Мы прошли тщательный отбор по Башкирии. Было отобрано 10 учеников, и к нашему счастью Валерия вошла в этот контингент. Было дано 10 открытых уроков онлайн, и в заключении этого проекта также был дан открытый концерт онлайн с этим преподавателем. На конкурс Елькянджи поступило 173 заявки из разных городов республики. В основную программу вошли 43 участника. Весь октябрь каждую неделю программу юных музыкантов слушала вся республика. Выступления ребят оценивали известные музыканты и деятели искусств. Артур Незиулин, Шаура Сагитова, Ильшат Муслимов, Артур Гайсаров, Виктория Симонова. Лучшие из лучших попали в финал, в их числе Валерия Емелина. 15-летняя флейтистка из Салавату достоилась чести выступать с Национальным симфоническим оркестром Башкортостана и стала лауреатом второй степени. Выбрали мы девичий танец Сануры Давутова. Прозвучал он очень хорошо, играли на прямом эфире. Было очень такое грандиозное шоу, можно сказать. Жительница Салавата выступала симфоническим оркестром впервые в жизни. И это оказалось мероприятием и волнительным, и радостным. Играть на сцене с коллективом признанных мастеров, ощущать энергетику высокого искусства. Опыт, который, несомненно, хочется повторить. Для меня огромный опыт сотрудничать с Национальным симфоническим оркестром. Дирижер Дмитрий Крюков мне дал ценные советы. Также чувствовалась поддержка артистов оркестра и членов жюри. Поэтому волнение сразу проходило, потому что чувствовалась такая дружеская обстановка. В первую очередь, конечно, поблагодарить хочется моих родителей, конечно. Потому что без их поддержки, возможно, я бы не смогла поучаствовать в конкурсе. И преподаватели, педагоги все меня поддерживали. На концерт приехал директор с завучем. Мне было очень приятно, потому что без этой поддержки я бы, может сказать, не справилась бы даже. Обе салаватские звездочки, как и другие учащиеся школы Владимира Спивакова, активно участвуют и добиваются успеха во всероссийских и международных состязаниях, а также в проектах фонда Спивакова. Что же касается конкурса «Елькань», то он стал новой важной ступенью для всех его участников, в том числе и тем, что расширил музыкальную палитру академических программ творениями башкирских композиторов. Зуфия Сыргулова, Радмир Загидуллин, телекомпания «Салават».